Грудной ребенок нуждается в особенном уходе, ведь он только появился на свет. И новоиспеченным мамам важно знать определенный алгоритм действий. Как правильно ребенка умывать, купать и делать массаж? Почему так важно серьезно относиться ко всем этим процедурам? Во-первых, стоит помнить, что утренний туалет – это не только гигиена, но и профилактические меры, помогающие избежать появления у малыша патологии кожного покрова. А массаж для них – это просто необходимость. Ведь после 9 месяцев эмбрионального, практически неподвижного существования, малютке очень трудно приспособиться к нашему миру. И все эти поглаживающие и похлопывающие движения помогают ему превозмочь стрессовое состояние при адаптации. Кто вас этому может обучить? Медсестра в поликлинике. И наша рубрика – киндер-сюрприз. Приучать ребенка к личной гигиене нужно с самого рождения. А пока малыш беспомощен, то за утренний туалет должны отвечать родители. Главное – делать это правильно, ведь кожа новорожденного очень нежная и чувствительная. И уход за ней нужен особенный. О нюансах утреннего туалета малыша нам расскажет медсестра поликлиники номер 2 Елена Мирошниченко. Итак, малыш проснулся, улыбнулся, пора и умыться. Мочим в кипченой воде два ватных шарика, потому что у нас два глазика. И умываем ребеночка от наружного глазика к внутреннему. Носик мы в обычных условиях совершенно не чистим. Но если мы увидим, что наш малыш проснулся утром, и у него есть небольшая заложенность, то можно носик почистить с помощью ватных фитильков. Эти ватные фитильки мама дома может сделать сама. Как их нужно будет сделать? Мы можем взять ватный шарик и в ладошках вот так вот его раскатать. Когда мы прочищаем носик, мы берем обыкновенное стерильное вазелиновое масло и вводим в носовой ход не более 1 сантиметра. Ватные палочки ни в коем случае использовать нельзя, потому что они могут травмировать столь тонкие и очень нежные носовые ходы ребенка. Поэтому пользоваться только вот такими жгутиками. Они у нас довольно-таки устойчивы для того, чтобы прочистить носовой ход, но в то же время мягкие для того, чтобы не повредить носик ребенка. Далее нам нужно умыть личико ребенка. То же самое ватные шарики. И умываемся. Захватываем ушки. Утренний туалет – это не единственная обязательная процедура для новорожденного. Чтобы он активно рос и развивался, нужно делать массаж и гимнастику. Техника довольно проста, поэтому мамам не стоит забивать себе голову поисками профессионального массажиста. Он требуется только в особенных случаях. Первый месяц массаж нужно делать каждый день, не менее 20 минут. Массаж проводится на всех частях тела, начиная с ножек ребенка. Начинается растирание. Растирание делается с ног. Ноги снаружи, затем внутри до колена. Внутреннюю часть, бедренную часть ни в коем случае нельзя трогать. Там потому что идут жировые складки, которые необходимы для роста сустава. Затем идут вот такие небольшие круговые движения. Сильно мы не вдавливаем, потому что все поверхностное. Некоторые мамы могут очень сильно, ни в коем случае нельзя так. Вот такие вот круговые небольшие движения. Стопу восьмиобразные. Точечки. Вот, пожалуйста, таким образом. Стопы обязательно обрабатываем, потому что очень часто встречается плосковальгусная деформация у депр. Это когда у ребенка стопа разворачивается очень сильно, и здесь идет западение. Это довольно часто встречается в наше время. Далее поднимаемся выше спинка, живот, ручки. Уделять внимание нужно каждому пальчику. Ведь считается, что нервные окончания на руках отвечают за будущую речь ребенка. Так что разминайте лучше для говорливости. Также не стоит забывать и о гимнастических упражнениях. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодец, милаша. Детям до трех месяцев с рождения необходимо вот такие упражнения делать небольшие. Несколько раз. Это у нас, чтобы суставчики были подвижными. Ненасильственные движения обязательно. Иначе можно повредить. Некоторые мамы могут насильно все делать. Это ни к чему. Руки должны быть правильно. Лежать вот тут впереди, на локтевой сустав. Вот так обязательно. Маму всем говорю, учу. Надо делать. Когда ребенок лежит неправильно, упирается на кисть руки, либо разбрасывает руки, мышцы уходят в тонус. Потом ребенок становится на цыпочки. Еще несколько советов. Не следует проводить массаж сразу после еды или совсем на голодный желудок. Если малыш капризничает, сделайте перерыв. Массаж должен нравиться, а не доставлять дискомфорт. В первый год жизни ребенку нужно провести как минимум четыре курса массажа. Большого отличия в них нет, разве что во времени. Чем старше ребенок, тем дольше процесс массажа. А вот гимнастические упражнения будут усложняться. И как их правильно делать, вы всегда можете узнать в своей поликлинике. Нужно чувствовать ребенка. Просто чувствовать. И делать довольно-таки уверенно. Некоторые мамы приходят и говорят, я не могу так делать, ребенок плачет. Ничего не плачет. Надо быть уверенным и спокойным. Ребенок чувствует маму. Как мама себя ведет, так и ребенок будет вести себя. Да.